Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы уже несколько раз говорили в целом о деятельности Дерспорт службы, но хотелось бы узнать о направлениях работы именно конкретно Вашего управления. Добрый вечер, уважаемые телезрители! С удовольствием поделюсь информацией, потому что служба наша новая, для многих немножко непонятная, но тем не менее мир не стоит на месте, все изменяется. Страна наша изменяется, движется в Евросоюз, и поэтому мы также, любая служба, она должна реформироваться и подстраиваться под те законы, которые существуют в данном пространстве. Я ранее работал в санитарно-эпидемиологической службе многие годы. Когда мне поступило предложение поработать в Держпорт пожилслужбе, я согласился, потому что это новая служба, которая объединяет в себе многие направления, я остановлюсь на них. Две основные службы, которые стоят во главе этой службы, это бывшая санитарно-эпидемиологическая служба, в народе санстанции звучало такое всенародное слово, и ветеринарная служба, на базе которых создана эта служба. Кроме этого добавились у нас фитосанитарная служба, инспекция по контролю за растениями и семенами, бывшая сельскохимия, инспекция по ценам, контроль за рынками, защита прав потребителей. Вот, казалось бы, такая объемная структура, которая появилась на территории Украины. Во многих это вызывает, знаете, ее так в народе называют монстром, потому что трудно, наверное, объединить здоровье людей, здоровье животных, цены, рынки. Ну, тем не менее, я думаю, что если мы движемся в направлении Европы, такая служба нужна, и она важна. Третий год этой службы, вот, понятно, что за эти три года она не может мигом охватить те функции, которые были вот тех служб, которые годами работали. Ну, в частности, санитарно-педагогической службы, она была образована в 23-м году. Ну, представьте, за сто лет это уже и квалифицированные специалисты, это уже и база данных колоссальная. Я думаю, что со временем данная служба, она тоже займет соответствующее место в структуре экономики, торговле, вообще инфраструктуры нашей страны. Вот, и не будет уже вызывать, ну, будет быть в такую диковинку эта служба. Вот, не сомневаюсь, что она зайдет, дойдет до этого. Кадры у нас есть, специалисты у нас есть. Эти три года показали, что мы потихонечку начинаем работать, выполнять свои функции. Ну, однако, объективные и необъективные условия, которые не позволяют нам в полной мере сегодня осуществлять наши надзорные функции. Функции сейчас в чем состоят? И отличаются ли они от тех функций, которые были вот у санстанции, да, сейчас? Они отличаются, знаете почему? Потому что, ну, санстанция, так, между нами говоря, набила такую оскомину во многих правителей, потому что, ну, практически не было ни одного какого-то момента, какого случая, по которому люди не обращались в эту структуру. Нас даже сравнивали с комитетом государственной безопасности, вот, того Советского Союза. Я даже историю такую расскажу. Работая главным государственным санитарным врачом в городе Рубежное, к нам приехали американцы, ну, тогда из города Попротима, штат Кентукки, Луисвилл, город такой, знаменит тем, что там родился знаменитый воксер Мохаммед Али. Вот. И вот они приехали к нам, и мэр города попросил, чтобы я их провел по своей организации и рассказал структуру, деятельность, чем мы занимаемся. С каждого кабинета и по каждому направлению я их провел, показал. Вот это специалисты, которые занимаются, контролируют все промышленные организации нашего города. Рядышком вот здесь все коммунальные объекты, гостиницы, парикмахерские, водопроводы, ЖЭКи. Вот здесь вот это коммунальный отдел. Рядышком отдел, который занимается отделение генной питания, которое занимается всеми точками общепита, всеми формами питания. Следующий отдел, который занимается всеми детскими зашкольными учреждениями, детскими садами, школами, оздоровительными учреждениями. Дальше находится лаборатория, которая осуществляет контроль за факторами окружающей среды. Это и питьевая вода, и поверхностные водоемы, и атмосферный воздух, и продукты питания, и ряд моментов, которые оказывают влияние на здоровье населения. Дальше находится у нас токсикологическая лаборатория, которая осуществляет контроль за токсичными веществами, за стройматериалами, за другими всеми веществами, которые тоже могут оказывать влияние на здоровье населения. Спускаемся вниз, говорю, вот этот отдел, который занимается полностью заболеваемостью всего города. Мы знаем всю информацию, кто заболел, когда заболела, в организованных коллективах, не в организованных коллективах. Но экскурсия была такая продолжительная и длительная. Американцы походили, и потом, когда я проводил оперативку, они сидели ошарашенные. Я говорю, чем я вас так удивил, вот этой экскурсией, которую я провел. Американец такой, лет ему под 60 было, опытный человек, он говорит, вы знаете, я без лишнего юмора скажу, у нас в стране этими функциями занимаются ЦРУ и ФБР. Мне было это приятно, вот оценка нашей службы, вот такова. Поэтому другой факт, заместитель городского головы, недавно назначенный тоже в соседнем городе, ну в то время, он говорил, если я не знаю писать какую-то бумагу, я ее направляю в санстанцию, там разберутся. Вот, это вот, наверное, такая народная любовь, и многие люди, основным качеством моей работы всегда служило то, что люди говорили. Я пойду в эту организацию, и эта организация подскажет, не просто направит в какие-то двери, лишь бы этот человек ушел куда-то погонять его по кабинетам, а именно конкретная помощь, которую мы оказывали. И люди это ценили, и люди это знали. Поэтому, когда прошло это вот реформирование, то вот такая организация исчезла, и многие вот сегодня, когда звонят нам, и мы говорим, мы сегодня не можем это сделать, они говорят, вот раньше было так, а сегодня это вот так, и это плохо. То есть, какие-то функции проверки, да, они сейчас переданы просто в другие управления, или в целом они упразднены? С 1 января 2018 года, я надеюсь, ситуация изменится, кардинально изменится, и в лучшую сторону. Потому что сегодня на территории наших областей, которые находятся в зоне проведения террористической операции, у нас объявлен мораторий на проверки малого, среднего и крупного бизнеса. Поэтому сегодня наши специалисты не могут самовольно выйти на проведение проверок, как плановых, так и внеплановых. Для того, чтобы сегодня наши специалисты побывали на любом объекте, ну, плановые проверки, они у нас априори, они запрещены, а внеплановые проверки мы должны подготовить письмо от Центра регуляторной политики Киева, комиссия, которая в течение 14 дней должна рассмотреть этот материал и вынести свой вердикт, допустить или не допустить до проверки. Ну, в 90% случаев мы получаем отказ. Мы получаем отказ, причем он не аргументируется ничем, вот просто нас информирует, а порой это просто даже и сайт, вернее, регуляторной политики. В проведении проверки отказано. Даже если есть обращение вот от человека, есть жалобы на то, что там вот нарушения какие-то вещи. Даже если это обращение. В той службе, в которой мы работали, в положении государственного санитарного надзора, было несколько вещей, которые мы могли быстро, мобильно выйти на этот объект. Мне было достаточно телефонного звонка с указанием фамилиями, отчества и адреса. И цель жалобы. Не затягивая эту ситуацию, я мог в течение получаса, часа, я мог послать туда человека, нашего сотрудника, который мог бы посмотреть воочию, проверить документы, проверить санитарное состояние. Ну и, как правило, люди, которые жаловались, они были удовлетворены, потому что это мобильно решался этот вопрос. На сегодняшний день я объяснил эту ситуацию. Я не могу послать человека только по телефонному звонку. А если мораторий будет отменен, то будет схема как работать? То есть будет обращение, сразу будет проверка? Если мораторий будет отменен, мы работаем, у нас плановая система, поэтому у нас будет составлен план работы на квартал. Мы этот план работы размещаем на сайте. У нас есть сайт Держпродпоживслужбы в Луганской области, где будут четко указаны проверки предпринимателей в течение квартала. За 10 дней мы предупреждаем человека, что, допустим, 25 числа мы придем проверять, указываем вопросы какие, и человек за 10 дней будет оповещен. Если будут внеплановые проверки, мы точно так будем в регуляторную политику направлять материалы и, получив разрешение, выходить. Но эта уже ситуация, она будет гораздо лучше, гораздо проще. Потому что есть объекты, у нас все объекты разделены на три категории. Это потенциально опасные объекты, которые проверяются минимум один раз в году. Средние опасности, которые проверяются один раз в три года, и наименее опасные, это раз в пять лет. А что относится к наиболее опасным объектам? Это объекты питания или что это? К наиболее опасным относятся это организованные детские сады, школы, объекты питания с большой мощностью. То есть это немалые какие-то кафе, немалые какие-то магазинчики, где большой поток людей. Вот такие объекты, они представляют естественный интерес для нас и ассортимент товара, который они реализовывают. Ну, мое глубокое убеждение, что если бы наши специалисты бывали там хотя бы один раз в квартал, это было бы больше порядка. И было у потребителей, у них было бы более уверенности в том, что те продукты, которые они покупают, наши специалисты просматривают. Там нет нарушений срока реализации, там нет других нарушений санитарно-генического режима. Но поверьте мне, в любом сегодня с виду хорошем супермаркете, побывав наши специалисты, найдут много замечаний, очень много замечаний, которые надо устранять. Это и наличие санитарных книжек, это и соблюдение санитарно-генического режима, это и товарное соседство, это и сроки реализации скоропуртившихся продуктов. И очень-очень много. Я приведу вам такой пример. Недавно в Киеве в суши-баре отравилось 39 человек. Четырем больным, которые обратились за медицинской помощью, был поставлен диагноз сальмонеллеза. Не буду останавливаться подробно на этиологии патогенезии сальмонеллеза. Скажу только, что бактерии сальмонеллеза передаются через куриные яйца. Товары происхождения, куриного происхождения. Будем говорить так. В суши-баре, вообще-то, используются суши. При мониторинговых проверках, потому что у нас проверки запрещены, в Киеве было проверено 104 заведения. Из них только 4, мало-мальски, соответствовали санитарно-геническим требованиям. 99, но имели все виды набора нарушений, какие только возможно. Это неправильное товарное соседство. Это и отсутствие холодильного оборудования. Это не обследованные люди, которые работают в этом заведении. Это опять-таки, может быть, последствия того, что не боятся проверок, правильно? Не боятся проверок, потому как они четко знают, что их предупредят за 10 дней, если следовать точно по закону. Ну, а за 10 дней, вы сами понимаете, любое учреждение, ну, мало-мальски, которое дорожит своей репутацией, ну, я думаю, что они уж за эти 10 дней приведут это заведение в порядок. И даже, вот, казалось бы, в таких солидных заведениях отсутствовали товарно-транспортные накладные на продукцию. Допустим, рыба закупалась, там 20 килограмм рыбы закупалась у крупного производителя, а все остальные рыбы неизвестного происхождения. И даже были такие факты, когда при наших мониторинговых этих исследованиях заходили, заходил юноша, который там в шортах, в футболке, не первой свежести, в пакете семга, и говорил, вам нужна сегодня семга или не нужна? Это вот качество и продукция в этих барах. В 15 суши-баров они вообще не допустили наших сотрудников дали проверки. Это вот говорит о культуре. А могут не допустить, вот, даже если есть разрешение, да, вот все эти процедуры соблюдены. Вы сказали, что в большинстве случаев, конечно, отказывают, но вот если есть все-таки разрешение, могут не пустить? Вы знаете, я за многие годы работы в этой службе старался выстраивать свои отношения таким образом, с малым бизнесом, со средним бизнесом. Я не старался показать свое превосходство и своих сотрудников, а я наоборот говорил, что вы наших сотрудников должны использовать как помощников для ведения своего бизнеса. Для того, чтобы наши люди пришли, подсказали вам, рассказали. И штраф или снятие с реализации не являлось моей там самоцелью или для удовлетворения каких-то моих амбиций. Вот у меня есть такие полномочия, и я должен кого-то закрыть или кого-то наказать. Нет, у меня такого не было. И с предпринимателями я старался всегда наладить такой диалог, чтобы у нас мы говорили не с позиции силы, а мы говорили равных партнеров, которые мы можем вам помочь, рассказать, убедить. Вы знаете, в большинстве случаев это очень помогало. Не могу сказать, что 100% все они так вот слушались нас. Но если они не слушались, у нас было достаточно функций для того, чтобы таких людей привести в законодательное поле. Штрафные санкции. Большие они там, небольшие. Но вы знаете, если каждую неделю платить по 100 гривен, как-то бизнес считает деньги, и поэтому не все с такой радостью и с легкостью расставались с этими деньгами. Мораторий, я правильно понимаю, это одна из объективных условий, почему полностью все функции еще не выполняются, правильно, службой? Вот вы изначально сказали, что есть объективные, есть необъективные. Вот я считаю, что это вот такая, этот мораторий, он объявлен с сентября 2014 года, все знают, в свете каких событий. И правительство анонсировало, что это наша вот такая помощь бизнесу. Но мое глубокое убеждение, что это не помощь бизнесу, это такая медвежья услуга. Мне кажется, что это медвежья услуга. Я не буду субъективен. Опираясь на свой многолетний опыт, опираясь на многолетний опыт, абсолютно ни на какие бы показатели не повлияло присутствие наших людей один раз в квартал. Тем более с предупреждением. С предупреждением. Пришли, посмотрели. Есть нарушения. Ну, где-то пожурили, где-то наказали, где-то указали. Людей лишний раз обучили. Это шло бы только на пользу. Это шло бы только на пользу. И все условия... Сейчас, секундочку. И все условия, как бы, вот на Западе немножко не так. В нашей стране всего-навсего 25 лет. И культура пока наша. И законотворческая база. И соблюдение закона. Ну, нам надо еще и поучиться. Поэтому, вот, когда мы достигнем такого уровня культурного, то, я думаю, тогда, может быть, и будет такой момент, когда государство отстраняется от этой функции, от этого тотального надзора, а переходит более к доверительным услугам. Хотя шаги уже сделаны в этом направлении. В прошлом году вышел закон о качестве и безопасности пищевых продуктов, где многие контрольные функции, которые мы раньше обязательно должны были подпись поставить, согласовать, все это сделать, они сегодня переходят в такую доверительную форму, доверительную структуру. То есть, раньше там предприниматель обязательно должен был предоставить в нашу организацию автомобиль, который перевозит пищевые продукты. Мы должны были смывы взять и все остальное. На сегодняшний день закон трактует таким образом. Предприниматель приходит, пишет, что он обязуется выполнять санитарные нормы и правила нашего государства и ставить свою подпись. И этого достаточно. То есть, контроль затем соблюдает ли он на самом деле, вообще не происходит. И опять-таки, если какие-то есть нарушения, то только если будет проверка, только тогда можно их по факту узнать. Только тогда можно их установить, и тогда их можно обнаружить. Ну, я еще раз повторюсь, я надеюсь, что с 1 января 2018 года, когда отменят этот мораторий, порядка у нас станет больше, по крайней мере, в санитарно-генетическом отношении. Я хотелась поговорить еще о таком аспекте, очень громко последние несколько недель обсуждается. Это стихийная торговля. Было несколько скандальных моментов и в Северныйинске, и в Рубежном. Чем она опасна с точки зрения, да, даже подспоживслужбы и санитарного контроля? Я немножко издалека начну. Всемирная организация здравоохранения, она выделяет 4 фактора, которые влияют на здоровье населения. Основные. 50% это наследственность, ну, на нее мы повлиять никак не можем. Второй фактор является, это доступность населения к медицинской помощи, к оказанию медицинской помощи, это порядка 20%. Следующий фактор играет роль, это питание и вредные привычки. Мы привыкли, что вредные привычки у нас сигареты и алкоголь, но, однако, сюда еще уходят вредные привычки переедания и недоедания. И причем тех людей, которые переедают, их оказывается гораздо больше тем, которых недоедают. И это тоже существенно влияет на здоровье. А вот еще один фактор, который касается, это влияние факторов окружающей среды. Это то, что мы едим, то, что мы пьем, каким воздухом мы дышим, ну и так далее. Поэтому, несомненно, убеждать в 21 веке, что цивилизованно зайти в хороший супермаркет, маленький магазинчик, с холодильной витрины, приобрести скоропортящуюся продукцию, я думаю, что не надо убеждать грамотных, воспитанных, цивилизованных людей. Однако, у каждого явления два есть фактора. Есть два фактора. Если люди, которые стоят вдоль дороги и реализуют эту продукцию, у них должен находиться покупатель. Значит, покупатель этот находится. Напомню ситуацию, в январе этого года у нас было зарегистрировано 4 района, где был выявлен вирус африканской чумы. Это такой вирус, который не опасен для населения, но он очень опасен для животноводческих ферм, очень опасен для хозяйства. Мы провели, это первый был выявлен в Старобельске, затем Сватово, Новоядарский район и, по-моему, Белокуракины. Четыре таких района. Мы инициировали проведение областной, чрезвычайной, противоэпидемической и противоэпизодической комиссии, на котором одним из факторов говорили о том, что сегодня распространение на стихийных рынках продуктов животного происхождения без контроля наших сотрудников, это недопустимо. Эта продукция, она не гарантированного качества. И покупая продукцию вдоль дороги, не в совсем генических условиях, это я так мягко говорю, деликатно, как правило, мы же видим, в каких условиях продаются. Лужи, грязь, ветер, ну и так далее. Животные, которые бегают рядышком, и это все продается. Чем привлекает такая продукция людей? Она привлекает тем, что она немножко дешевле, чем она, допустим, на рынке. И то сейчас не всегда, и в супермаркетах есть категория продуктов, которые на одном уровне стоят. Они как-то даже просто по привычке идут к стихийной рынке. Они как-то по привычке. Ну я еще раз повторюсь, что, ну, наверное, люди, которые воспитанные, которые следят за своим здоровьем, которые готовы переплатить там 50 гривну, они все-таки пойдут и в цивилизованных условиях они приобретют тут товар гарантированного качества. Ну хотя бы. Такие стихийные рынки можно вот как-то жаловаться или обращаться в Держпольскую службу? Ну вот я хотел сказать, что когда состоялось заседание областной комиссии противоэпизотической и предэпидемической, там было написано два решения, где ответственность за стихийную торговлю лежит на органах местного самоуправления и национальной полиции. То есть это два ключевых органа, которые могут влиять на эту стихийную торговлю. Это мое глубокое убеждение и мой большой жизненный опыт подсказывает, где в районах хотят навести порядок со стихийной торговлей, ее наводят. Не буду голословным. Не буду голословным. После проведения областной этой комиссии противоэпизотической и противоэпидемической мы подняли районы и города, где у нас стихийная торговля, она уже приобрела такой массовый характер. В том числе это звучал знаменитая наша ярмарка Сверодонецкая возле Ледового дворца, ярмарка на площади труда в городе Рубежном, торговля в Троицке, торговля в Меловом. Сегодня очень приятно, я выступаю на прошлой неделе на заседании в областной администрации, мне было приятно отметить, когда руководство Троицкого района, они ликвидировали эту стихийную торговлю, построили благоустроенные места для торговли, и люди в цивильных условиях торгуют там. Точно так поступили в Меловском районе. Мы видим, да, есть решение, если есть воля и желание у местных властей. Рядышком город расположен, рядышком расположен город Рубежный. У нас, к сожалению, время нашей передачи уже подошло к концу. Спасибо, что вы сегодня пришли в нашу студию. Думаю, мы еще не один раз поговорим о работе вашего управления, и в целом Держпродспоживслужбы. Да, спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что в студии у нас был Владимир Есипов, начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Держпродспоживслужбы в Луганской области. А с вами была Олеся Вакуленко. Мы увидимся уже в следующих выпусках.